здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш великолепный курс и сегодня у нас немножко другой формат я напомню что курс наш идет с помощью уже пятый год и поначалу из недельной главы она обычно включает себя три четыре иногда пять параграфов я выбирал то что интересно с точки зрения грамматики вот потом я выбираю просто что-то интересное по от составу или содержанию а сейчас мы в некоторых недельных главах уже все прошли и вот сейчас у нас такая ситуация поэтому мы с андой посоветовались и решили вот решение больше ее касается потому что она основана готовит материал за что я отдельное спасибо решили мы взять качестве материала а автору автору недельной главы которую мы слушали в эту субботу я напоминаю вам вот она мне напомнила пару дней назад что по поводу вот слов в начале этой отдельной главы а эта книга пророка малахи есть текст текст мешный который мы разбирали один из прошлых годов вот она напомнит нам когда это было где это было нет вы наверное посмотрели вы какой имеете ввиду текст я имею ввиду вот текст про рабе акибу это мы в этом году разбирали на лакбаумер а вот мы как делали разбирали на лакбаумер понятно в общем есть один текст он довольно интересен с точки зрения иврита поэтому я его использую и в уроках иврита и здесь тоже ну вот относительно фразы из авторы так ну а сегодня мы разбираем параграф первый из книги малахи анна постаралась и поставила на материал и о том что такое автора это кто такой малахи так вот и если у нас останется время есть еще тегелим есть еще тегелим с разбором и так я делаю демонстрацию экрана так все 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 окна и начнем и вот отсюда да а вот она я еще тут пару слов выделил а значит желтым цветом потому что мне показалось это тоже будет интересно и так напоминаю вам что во первых во первых есть вот этот файл вот во вторых о самом тексте вот как он подготовлен некоторые слова переведены и поставлены вот сюда мы можем этим пользоваться так замечательно поехали и так малахи пророк малахи это один из так называемых малых пророков 3 ассар 12 малых пророков конце книги нави им вот и качестве авторы к недельной главе такой толдот он поставлен так я думаю если пойдет все нормально мы можем использовать вот этот опыт но должен вас предупредить что пророки и писание или имеют язык несколько более сложный чем тура поэтому может быть мы будем двигаться медленнее и если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу пожалуйста задавайте мы поставим терпеть и так малахи пророк алиф масса буквально это ноша или перенесение но в данном случае это пророчество то есть передано слово всевышнего к еврейскому народу через биян это как через через малахи так прошу вас анна бет пожалуйста да вот надо было сказать наверное что малахи это последний пророк уже он жил где-то за несколько веков до по христианскому исчислению в 300 в третьем получается в 312 году до ну скончался до нашей эры вот и в общем то ну если его идентифицируют некоторые мудрецы с книжником эзры или самар дыхаем тем сам который в книге эстер опоминается но некоторые считают что это самостоятельный человек ну как иначе это уже эпоха второго храма уже соответственно как бы всеобщую уже как говорится упадок всеобщий упадок и уже как говорится как бы храм построили но там уже все было конечно немножечко не то и труба пониже дым позже как говорится да так получилось интересно что с одной стороны мы передали много окружающим народом вот и они через нас познакомились и с монотеизмом и с этикой но с другой стороны уровень самого еврейского народа сильно понизился что в общем то нашло выражение в святости второго храма в котором уже не было ухода брит не было кодыш но тем не менее храм был и он функционировал до поры до времени ну ждем 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 машеха и восстановление храма вечного так пожалуйста значит тогда так а агавти эт хэм амара шэм ва мартэм ва мартэм вама агавтани Softani агавтани агавтани И я возлюбил вас, сказал, говорит Всевышний А вы говорите, в чем же твоя любовь к нам? Разве не брат Исаф Якову? Говорит Всевышний А вот Неум надо было тоже, может, поставить перевод Ну ладно Да, Горячок говорит Всевышний, возлюбил я Якова Да, да, вот так Совершенно верно Я обращу ваше внимание, что вот это вот АГАВТАНУ Рассказывается как два слова АГАВТАОТАНУ Это специфика вот такого анахического языка В современном языке очень редко используются вот такие двойные суффиксы АГАВТАОТАНУ Спасибо, Анна Так, Тимофей у нас получает Пожалуйста, да Да, да Жилища его ГАВТАНУ 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 ГОРАНУ 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 ШАКАЛА ГОРАНУ 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 Мы разорили, да, и мы вернемся и отстроим. Кха-работ разрушенная, так говорит Всевышний, можно сказать, цва-вод от слова ца-цава, да, бог воинств, гэма, как гэм, они построили, да, они построят, а я разрушу. И назову их гэвуль, гэвуль, ришо, да, границей, господи, как же это по-русски? Ну, злодейство, да, преступность, злодейство. Вот гэвуль, это может быть как граница, может быть как область ограниченная, да, то есть их область, да, а народ, который гневает, так, и народ, который гневит Всевышнего навечно, да, так получается. Знаете что, я, пожалуй, иногда буду заглядывать в перевод, ибо у меня открыт, да, сейчас я все же это сделаю, потому что кое-где надо справляться. Я вот не посмотрела гэвуль, ришо, но это, получается, предел преступности или граница преступности, но, видимо, они все в своих преступлениях там дошли, до предела дошли. Я так поняла, я не посмотрела комментарии, потому что я уж не помню, почему не посмотрела. Понятно, понятно. Кое-где у меня есть комментарии, уж совсем есть что-то совсем непонятное. Текст такой сложный, в общем-то, немного чего-то много. Да, это верно, это верно, да. Так что вы извините, что и я буду запинаться, вот, и будем вместе пытаться, пытаться выстроить текст. Так, хорошо, вы думаете, это все, это не все. Ребята, это, минуточку, а где же у меня, ну, сейчас, у вас текст на экране, да, по-прежнему? Я тоже открыла себе приложение, чтобы смотреть перевод, потому что, вот. Хорошо, так, здравствуйте, Мария, рад вас видеть. Здравствуйте, я не по танцовке зашла, прошу прощения. Ага, прелестно, так, мы рады вас приветствовать. Вы посмотрите, как мы работаем, и если у вас будет желание поучаствовать, всегда рады. Спасибо, все нормально. Ага, 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 минуточку, демонстрация экрана приостановлена, а что же вы видите? Мы видим, экран видим, все нормально. Ага, так, вот тогда так. Вот, мы прочитали далее, и вроде бы разобрали более или менее. Я, сейчас одну минутку, вот сюда у меня было замечание какое-то любопытное, нет, к следующему. Да, так, пожалуйста, Анна, эй. Так. И глаза ваши увидят, и скажете вы, и вы скажете, возвеличен Всевышний, ну, за пределами границ Израиля. Да, сверх, свыше, наверное, да. Ну, превышен, имею в виду Всевышний, свою власть показывает, видимо, не только в Израиле, но и везде. За пределами. Хорошо. Да, прекрасно. Пожалуйста, спасибо, Анна. Тимофей, Вав. Вав. Бен и хабет Аф, вавет Адона, ваим Аф Ани, айе Хвози, ваим Адоним Ани, айе Морей, Амар Ашем Сваот Алахем, а ко Ани, бозэй, шми ваамар тем бамэ базину эт шмеха. Да, да, да. Перевозим. Да. Да. Сын будет уважать отца и раб господина его. Если отец я, где уважение мое? И если господиня, где мурай почтения? Мурай. Страх. Да, страх. Есть хорошее слово, но я его что-то забыл. Так, да, да, да. Ну, по сути, как Ера Атшемаев. Страх пред небесами, да. Да, где мой страх? Трепетно сказать, да. Трепетно передо мной. Сказал Всевышний Бог воинств им, священникам. Вам священникам. А, вам священникам. Да, буз. Буз, Бен Бузи помню был. Да. Бузей, да. Как переводим? Переводим унижающих. Унижающих, да. Те, которые унижают, да. Да. Унижающих имя мое. И скажу вам, в чем унижение. А вы говорите, Амар, и вы говорите. А вы спрашиваете, а в чем же твое унижение? Амар. В чем же не наш имя? В чем же вы унижали? Бузей. Эт шмех. Шмех, да. В чем же вы унижали имя твое? Да, вот так говорят, как здесь сказано, склоним священники. Да, спасибо, спасибо. Все так. Так. Мария, нет ли у вас желания прочитать нам Зай? Мы будем рады. Нет, Марии сейчас нет. Ну, тогда Зайна я беру, а Мария еще. Да, я подключаюсь. Я смогу следующее попытаться. Я сегодня посмотрела бы. Прекрасно. Так, так что мы пока вас не ставим в очередь? Если можно, пока что нет. Ну, давайте так. Просто иногда у нас бывает больше участников. Тогда немного интереснее. Так. Зайна. Магиш. 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 Тоже двойное слово. Тем, что вы говорите «стол Всевышнего позорен», он это просто позор. Тем, что вы это говорите, выражаете и действиями, которые были указаны выше. Хорошо, теперь Анну, пожалуйста. И когда подносите слепое для жертвы, разве это неплохо, не скверно ли это? И когда приносите в жертву хромое и больное, это разве неплохо? Попробуйте поднести это правителю вашему. Пеха-пеха – это у нас какой-то властелин. Попробуйте с таким даром явиться к человеку даже. Будет ли он слон о рецеха, будет ли он благоволить вам и посмотрит ли благосклонно на вас, говорит Всевышний. То есть приносит в жертву всякие там неположенных хромых больных животных. Вот, Всевышнему таких, то есть то, что как бы даже человек такой бы не принесли. Да, есть выражение в русской на тебе, Боже, что нам не гоже. Совершенно верно. Спасибо, Анна. Я хочу обратить ваше внимание на пару слов. Это слепой, как мы говорим в благословении утреннем, по кеях и в рим, раскрывающий глаза слепым. А вот слово писеях пишется буквами тем же, что слово песах. В чем тут связь? Песах буквально перепрыгнул, обошел. А хромой, он как бы прыгает на ноге своей. Имеется в виду, если нога не сгибается, то при ходьбе приходится ему подпрыгивать. Вот такую эти мелодию я встречал. И вот здесь, конечно, вот это вот, ага, это не артикль, а вопрос. Так ли это? Ер-це-ха. Ер-це-ха. Он возжелает тебя. Возжелает ли он тебя? Спасибо, Анна. Ну, Тимофей, конечно, буква тет. Тет. В это алуна пней эль ви ханену миет хэм гайта зот. Айса микэм паним амар шэм свалт. И теперь обратитесь-ка пред Всевышним и простит. Да, да, да. Помилуй. Простит нас из рук ваших. Ви ханену. Так как тахану, да. Смилу. Простит нас. Да. Да. Мен тхэм хайта зот. Из рук ваших было это. Айса микэм паним. Иса паним – это обратит лицо благосклонно. А обратит ли лицо к вам благосклонно микэм буквально от вас, да, говорит? Да. Говорит Всевышний бог воинства. Бог воинства. Да, да, да. Именно так. То есть вот люди приносят всякие плохие жертвы, а потом говорят, что просят, чтобы Всевышний их помиловал. А теперь ради... С чего бы он вас помилует и будет, говорит Всевышний? Да, да, да. Кто также и среди вас и закроет двери? Вот это вот слово длатаем, конечно, мы знаем слово делет. Длатаем буквально две двери. Интересно, что, скажем, судебное заседание, которое слушается при закрытых дверях, называется длатаем сагурот. Вот это вот слово используется вот в этой форме. Так. И не... Так, так, так. От слова ор освещать, да. И не осветите жертвенник. Нет, зажечь, зажечь. А, зажечь, зажечь. Так. И не зажечь жертвенник мой напрасно, да? Ну, огня в смысле. Не зажигайте огонь на жертву. Ага, огонь на жертву. А. Белоты. А. Это бешенство. Это как именно будущее время. Так. Эйнлиха фэзбахэм. Не желаю я вас. У меня нет необходимости вас. Говорит Всевышний воинств. И минха в данном случае это как подарок. Не вас желаю я из рук ваших. Эрце. Будущее время. Ми едхэм. Из ваших рук. Страшное дело. Пожалуйста, Анна. Юталиф. Да. Окей. Ми мизрэхшэмэш адмэвэо. Гадоль шми бэгу им. Овэхоль маком. Муктар мугаш лешми. Омин хаты ора. Ки гадоль шми бэгу им. Амарашэм сваот. Ибо от восхода солнца и до заката его велико мое имя среди народов. И в каждом месте Муктар воспуряется воскуряется и приносится. Ну, имеется в виду приносится жертва, видимо, имени моего. Это интересно. Аймин хаты ора. И жертва дар чистый. Ибо великое имя мое среди народов говорит Всевышний Бог воин. Ну, вот, видимо, намек на то, что где-то есть какие-то народы, которые, может быть, лучше могут это сделать, даже чем вот эти самые поэзии. Да, мне интересно. Надо посмотреть, что за коментарь. Вчера уж как-то столько времени потратила, что не очень в комментариях. Да, понятно, понятно. Спасибо, Анна. В любом случае, мы разбираем в первую очередь текст, значение слов, их форму. А комментарии предоставляются вам посмотреть самостоятельно. Много есть интересного даже на русском языке. Спасибо, Анна. Замечательно. Да, Юдбет, пожалуйста, Тимофей Прохолос. Юдбет. В этом, Михалелимуто, Бэмархэм, Шульхан Адунай, Мегуальгу, Венево Невзе Охло. Да. Так. И вы оскверняете его, говоря, что у господина нашего... Осквернен. Вот у нас было это слово, да. Сейчас я посмотрю. Тут интересный перевод. Прошу прощения, я ушел от вашего, да. Испачкан Самара Наскальден. Да, да, да. Мы были в Юдбет. Я возвращаюсь на Юдбет. Да? Да, да. Да. Запачкан он. Так. Венево Невзе Охло. Нивок. Вот Нив, это... Нет, это буквально вид. Насколько я понимаю. Пашня. Пашня. Венево Невзе Охло. Пашня Охло. И вид его, да, внешний вид, да. Перевод вижу, что и плод... Вы знаете, я... Я сейчас посмотрю в готовом переводе. Может быть, это что-то мне подскажет. Юдбет, да? Юдбет. Юдбет. И вы, Михаил Олим, на Михаил Олим оскверняете. Нет, мы дальше ушли. И плод, что на нем изредное. Вот такой перевод у меня. Да, у меня тоже такой перевод. Да, да, да. Хорошо. И Нив, это что тогда получается? Нив, получается, это плод. Да, у меня не нашла, не нашла это. Ага. Как вот имя? А, Нир, это пашня, а Нив, это... Даже вот, не знаю, не попадалось. Словарь, словарь, что он никакого не знает. Понятно, понятно. Ну, мы посмотрели в переводе, да? Так, спасибо, Тимофей. Теперь Юдгимел, это мое Юдгимел. И вы говорите, вот, мотлаа, что это такое? Трудности, муки, страдания. Вега, веги, пах, тем. Так, давайте разберемся. Ифах, тем, ифах, тем, да? От слова пахот, да? И уменьшаете его. Говорите, говорит, говорит, говорит бог воинства, да? Вега, вега, тем, газуль. И приносите украденное, буквально награбленное. И, опять же, писая хромого и больного, ва, вей, тем, эт, аминха. И приносите вы подарок. Захочет ли ее, то есть вот этот подарок, минха, из рук ваших, говорит Всевышний. Так, вот так. Ага. Вот тут есть комментарии. Вот истощенное животное. То есть лучше у нас нет. Лучше не умеем. Это то, что мы принесли в результате нашего тяжелого. Да, да. Здорово. Теперь, пожалуйста, Юда, Далит, Анна. И проклят обманщик получается. Ибо есть в стадии его самец, мы, видимо, хорошее какое-то животное. Да. Он дает обет и приносит в жертву, ну, машхат, это не так, испорченное такое вот, испорченное как бы. Приносит в жертву Всевышнему испорченное. Ибо я, царь великий, говорит Всевышний, Бог воинств, имя мое страшное среди народа. Родство в народах. Вот так, да. Да, да. Мы закончили, на самом деле, первый параграф. Во втором там входит немножко еще и со второго, да? Да, но там примерно похожий смысл. Конечно, конечно. Про испорченное жертву идет речь. Я уж не стал, потому что я думаю, нам бы с этим как-то... Не-не-не, конечно, конечно. Мы... Разобраться. Да, ну что же, это было весьма интересно, я думаю, учительно. Да, и полезно. Спасибо, спасибо. Спасибо всем участникам. И у нас есть еще материал, да, от того же автора. Минуточку, а где же он? Сейчас, минуточку, сейчас я должен его открыть, наверное. Так. Как-то странно, вроде бы мне было открыто. Я вроде бы под... Вы закройте этот и откройте тогда. Да, я так... Хорошо, я открываю сначала. Так, а теперь я делаю новую демонстрацию. Так, демонстрация, демонстрация. Это автора, а вот Тилим. Да. Два Тилим. Опять же, спасибо Анне, 146-й и 147-й. Напоминаю вам, что 145-й это Ашрей, а в утреннюю молитву входит со 146-го вот этого до конца 5 Тилим. Да, это называется Галель Шельон, то есть будничный Галель. Ну, так вот называется эта часть молитвы. Вот. И будет весьма полезно это разобрать. Да. Я напоминаю, 145-й мы разбирали уже сколько-то времени назад, месяц, два. Да, мы молодцы. Да. Да, спасибо. Итак, Алев. Галелуя. Галелу. Галелли. Навчи. Эт Ашем. Что такое Галель? Это восхвалите. Что такое слово Галелуя, которое, повторяя многие молящиеся христиане, но не знают его смысла, да, это восхвалите Бога. Галелу это императив, да, во множественном числе. Восхвалите. Так? Галелли навчи. Восхвалит душа моя. Обратите в нем название, что в таком роде. Поэтому императив Галелли в таком роде. Бога. Давайте, я тут мечтаю. Я буду восхвалять Всевышнего в жизни моей. Я воспою от слова Лезамер к Богу моему Бе Олди. Как бы это лучше передать из всего, что у меня есть, из всей сущности моей. Вот, я, например, понимаю это так. Есть другое? Слово Олди, я вот не знала, видимо это именно пока я существую или от моей сущности, но перевод я в словаре его не знаю это слово. Ну, можно будет посмотреть другие формы, но давайте двинемся дальше. Так, Анна, пожалуйста, гимн. Так, не надейтесь, не полагайтесь на благодетелей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Спасения, да, нет спасения в... да, да, не полагайтесь на человека, да. Спасибо, так и есть, так. Тимофей, Далит, пожалуйста. Далит. Теце рухо яшуфле адмато байомаху абду эшто нутав. Да. Выходит дух его возвращается в землю в в день, когда... В тот день, день под самый... В тот день, когда исчезают планы его, проходят планы его. В тот день абду пропадут, да, все его планы, замысли, надежды. Ну вот, я так понимаю это слово, Анна. Я искал и не нашел конкретно это слово. У меня что-то в последнее время не открывается словарь ирис. Вот. А вы, наверное, смотрели и что-то нашлось? Да вот что-то я как-то тоже немножечко пропустила это слово. В переводе говорится, да, в тот день, когда исчезают мысли его. Ну, надо посмотреть. Ага. Понятно. Понятно. Спасибо. Так. Ну, хорошо, тогда гей. Должен вам заметить, что есть перечень псуким на шмот анашим. Во многих сидурах он входит, да. То есть предполагается, что даже есть обычай в определенном месте молитвы, каждый человек говорит псук, да, который соответствует ему и его имени. Он начинается на первую муку его имени и заканчивается на последнюю муку его имени. И вот к моему имени Эльягу, да, именно вот этот псук. Давайте переведем. Счастлив тот, что для которого Бог Якова в помощь, да, которому Бог Якова в помощь, а надежда его на Бога Всевышнего, на Бога Всесильного, на Бога Всесильного его даже. Вот так. На многие, некоторые псуки относятся к нескольким именам. Например, Элиэзер и Элазар, они отличаются одной буквой, да, соответственно, нет смысла ставить в соответствие одному имени такой псук, а для другого имени искать другой псук, вот, но на мое имя, да, мое имя единственное на этот псук, чем Ягод. Да, спасибо, Анна, что это досталось мне. Так, пожалуйста, букву Вав. Так, значит, Бога Всевышнего, который создал небо и землю, море и все, что в нем, и хранящего верность вечно навеки. Да, да, получается так. Да, я вспомнила слово оди, сущность, это в первом благословении Шма говорит. Я тоже подумал, но там вроде бы алифа здесь айн, меод, меод. Там есть один из переводов меод, в значении меод. Все, всем твоим самым-самым, как-то вот так, описательный перевод дан такой, да, а здесь все-таки айн. Нет, я думаю, что может быть и близкое значение, но не однокоренное. Так, спасибо. Теперь Тимофей, пожалуйста, Зайн. Зайн. Делающий справедливость притесненным, дающий хлеб голодным, Всевышний освобождает узников. Да, Матир Асурим, совершенно верно. Спасибо, это тоже из утреннего благословения. из утреннего. Да. Теперь я беру хэ. Ашэм покеях иврим, ашэм зокевке фуфим, ашэм огэм цадь и ким. Покеях иврим, раскрывающий глаза, дающий зрение слепым, зокевка фуфим, Всевышний Бог, распрямляющий сагбенных, Всевышний любящий праведников. Тоже два благословения, и вот это, и вот это есть путь о них барахот. Так, пожалуйста, Анна, Тет. Так, Тет. Ну, то есть, конечно, наоборот, отсюда взяты утренние благословения, а не наоборот. Понятно. То есть, попало утреннее благословение, да? Да, то есть, как говорят, какому-то маленькому мальчику подарили сначала, научили его молиться, а потом подарили ему книгу Таилим, и он сказал, что безобразие, в вашей книге Таилим все взято из Сидура. Ваш царь Давид все скопировал из этого из Сидура. Ну да, так оно и есть. Так. Значит, Тет. Ашем Шумера Перим, Ятом Валмана, Иудет, Федерих Реша, Иавет. Всевышний хранит пришельцев, сироту и вдову ободряет, поддерживает, а пути грешников искривляет. Да, да. Иавет. Да, спасибо. Так, и Тимофею давайте Юб. Юб. Имлох ашем льолам эллоэйх сион ледор вадор галилуя. Да. Будет царствовать Всевышний навсегда Господь сион. Господь твой. Да. Это обращение к от поколения к поколению. Аллилуйя. Не переводим. Да, аллилуйя. Буквально восхвалите Бога. Да, 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 все верно, совершенно верно. Так, вот эти вот тхилим со 146-го до последнего 150-го, да, опять тхилим, они начинаются словом аллилуйя и заканчиваются словом аллилуйя, поэтому называют их халель-шель-йом восхваление каждодневное. Да, спасибо, Тимофей. Теперь следующий тхилим у нас время позволяет, да, аллилуйя ки тов замра эллоэин ки наим нава тегила восхвалите Бога, ибо хорошо замра воспевать Богу нашему, ибо на наим наим приятно, наава красиво подобает, да, подобает ему тегила, тегила восхваление. Так, пожалуйста, Анна, это аллоу. Да, вот я. Буны Ирушалаем Ашем Нитхей Исраэль и Ханес отстраивают Ирушалаем Всевышний и, как это сказать, разбросанных, удаленных скитальцев Исраэля собирает. Да, соберет. Вернее, будущее время. Да, Ханесет и Книса от этого же коми. Спасибо, Анна. Теперь Гиммел Тимофею. Гиммел. Рафея лишь в Рей Лев у Мехадеш для Ацвотам. Он исцеляет разбитых сердцем и перевязывает кости. Да, вот такие аппетиты. Спасибо, Тимофей. И теперь так, это был Гиммел, теперь Далет. Монем испар лакохавим ле кулам шемот и крам. Подсчитывает число звезд, то есть количество звезд, и всем им имена он называет. Вот такой интересный эпитет. Да, так, эй, пожалуйста, Анна. Да, гадоль адонейну воровкуах литва нато эйн миспар. Велик Бог наш и могуч силы и разуму и разумения его нет. Нет числа. Нет числа. Нет измерения. Да, 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 понятно. Спасибо, Анна. Вав, Тимофей, пожалуйста. Преободряет смелость униженным силы и наоборот унижает гадеев воровки. Ад арец, да, совершенно верно. Машпиль. В отличие от русского слова шпиль, которое означает сверх, шфела это низменность, низина. Да. Ановим, анаф, вот так пишется айн нуд бав, это скромный, скромный. Ани, да. Аниф, аниф, или анаф. Да, спасибо. Теперь Зайен, пожалуйста. Слово ану в современном ибрите означает буквально вас отвечать. Но вот хороший перевод дал нам Дмитрий Калашник. Вот Анна подскажет, что это такое? Возвышать голос в ответе? Просто петь, петь, восклицать это видимо возвышать, может быть отвечать громко как-нибудь. Я уж не помню. Просто ответили и сказали. Да. Значит, можно сказать пойте Всевышнему в благодарности замру воспевайте Богу Бе Кинор. Кинор это Арфа. Арфа. Так, Кинерет называется так, потому что форма и озеро напоминает Арфу. Пожалуйста, Хэт Анна. Так, Хэт. Это покрывающего небо тучами и готовящему для земли дождь и выращивающему на горах получается горам траву. Да, да, что-то такое. Мехасе это покрывающий, михсе это, например, крышка кастрюли, да. Ав, слово Ав, Айнвет, это упоминается вот там, где Моше зашел на гору Синай, он вот прошел этот Ав. Ав. Вообще это слово означает плотный, толстый, как бы. Так. Да, все правильно. Давайте для скорости будем по два читать, а то мы долго будем написать. Ну, давайте, давайте. Жалко, что Мария не хочет почитать. Текст ведь несложный, почему бы и не. У нее замечательно получится. Будем надеяться, что в следующий раз она нас порадует. В следующий раз обязательно читаю. Спасибо, спасибо. Да. Так. Ну, тогда Тимофею достается этот июль, да? Давайте. Давайте. лев хема лохма левней оров ашель и крал дающий скотине хлеб ее и сыновьям вороны воронятам, которые кричат. Да, наверное, это вот инспирировало Крылова на знаменитую басю. Да? Так. Так, и второй еще один. Да, 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 читаю. желает он, да, желает он не силы коня, вот как-то не по ловкости, как-то. Но не по экран ног. Шок, да. Не по экран ног мужчины захочет. Перекликается с 20-м. Да, 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 возможно. Шок, это буквально бедро, да. Отсюда слово шоколад, очевидно. Так, ну давайте теперь я возьму ют-алиф, ют-бед. Роце Ашем эт гамья халим ле хас до. Желает Всевышний тех, кто боится его. Йер-а, ют-рэш, алиф, это трепет, тем, кто ожидает, уповает милости его. Ют-бед. Ши шавхи еушалайм эт Ашем шавхи восхваляй это обращение к городу Ярушалайм все города у нас женском роде. Восхвали Ярусалим Всевышнего халалу халалин воспой бога твоего сион сион обратите внимание что слово Ярушалайм мы пишем с юдом вот здесь но вот Филим очень часто этот юд опущен а вот огласовку все-таки надо поставить поэтому вот так вот необычно здесь выглядит это видите да так пожалуйста Анна Югемен и Юд так так ибо укрепил засовы твои имеется ввиду Иерусалим засовы ворот твоих и благословляет сыновей твоих в среде твоей посреди тебя а сам глуэйх шалом хэлэф хитим язбиэйх и ну как бы устанавливает в границах твоих мир и ну как бы самой жирной пшеницей насыщает тебя да 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 хэлэф это как бы лучшая часть да как например хэлэф в туше коровы насыщает да тимофей пожалуйста тетвар и соответственно тетзай да хотел сказать 12-13 по-моему известная мелодия да на эти суки мелодий тут очень много да ну как-то вот эти вот вспоминают особенно да верно верно это такие известные тексты которые мы читаем каждый день вот поэтому было бы странно ничего на них не сочинить да окей тетвар ашлех имрато арец от негера еруц двором он посылает слово его на землю да от негера быстро да до скорости да до быстроты бежит слово его слово его да прикасывал так анукеншелек к самер к фор к фр и фазер и фазер да значит устилает снег как как шерсть самер как шерсть самер да кефор это иний пожалуй да иний к фр да как пепел да рассыпает распространяет фазер да хорошо так ну у нас хватит как раз да иуд заин масли кархо кефитим лифней карто ми я мол посылает керах керах что это лед кефитим питим да это значит слово пат это муханка хлеба буквально как 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 хлеба почему-то вот так получается да пред холодом его кар да кто устоит ну нам приехавшим из пат еще маленький кусочек есть есть такие макаронные изделия которые называются петитим маленькие типа рис кружочки да как крупа из теста да да может быть да замечательно ютхэ тоже мой да пошлет слово его и растопит их их это кого вот эти вот пяти да кусочки изморозь да возвратит дуновение свое дуновь излума им и потекут воды да маим вот это это слово есть в ширата я поскольку я помню так теперь обратите внимание ямсэм да намес это растворимый например кофе еще не масли то есть буквально растаяло мне то есть мне что-то надоело вот тот же корень так и пожалуйста Анна я Тимофей я Тимофей уступаю два кусочка два кусочка Тимофей два кусочка так магит дворав для Яков кукав у мишпатав для Исраэль говорящий слова его Якову законы и постановления Израэлю Израэлю да так не делан это всякому народу и законы это как отрицание не дал узнать не дал узнать да восставьте Бога да да замечательно как раз мы великолепно уложились в наше время всем спасибо за внимание и за участие отдельное спасибо подготовку материала вот и с Божьей помощью надеемся встретиться с вами через неделю приходите и приводите друзей надеюсь вам понравилось счастливо всего доброго спасибо по прежнему мы наше занятие посвящаем скорейшей победе да над его многочисленными врагами амин да амин счастливо всего пока так я выключаю запись